В Ненецком округе рассмотрели стратегию социально-экономического развития региона на ближайшее десятилетие. Подробности у моей коллеги Натальи Кисляковой. В структуре экономики округа 76% приходится на добычу нефти и газа. Из-за этого цена на нефть имеет большое влияние на бюджет. Поэтому в рамках стратегии социально-экономического развития было предложено для обеспечения устойчивости в кризисные периоды создать вторую ведущую отрасль – транспортно-логистическую. Стратегией предусмотрено создание благоприятных условий для проживания в округе и привлечения потенциальных кадров. Миссия Ненецко-автономного округа будет достигнута при выполнении трех следующих условий. Первое – обеспечение опережающего развития и диверсификации экономики округа в целях пополнения доходной части окружного бюджета. Второе – создание высокооплачиваемых рабочих мест в микро- и малых предприятиях. И третье – проведение передовой политики в социальной сфере за счет доведения социальных расходов окружного бюджета на душу населения до уровня ведущих арктических территорий мира. В соответствии со стратегией развития будут реализованы значимые инвестиционные проекты, связанные как с изучением недр и добычи углеводородов, так и с созданием новых логистических маршрутов. Это строительство порта по маршруту Северного морского пути, а также железнодорожные ветки до порта в Индиге. На самом деле стратегия не является волшебной палочкой, которая напишет нам поэтапно, что делать, какое оборудование купить и где его поставить. Стратегия – это высший документ цели и полагания, который мы себе определяем в качестве основных целей, которых мы должны достичь. Дальше это наша с вами работа. Стратегия социально-экономического развития Ненинского округа принята совместно с планом ее реализации на срок до 2030 года. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.